Олег, это просто единичный случай. Ты встретился с какой-то неправильной женщиной. Говорят, неправильные пчелы. Вот тебе правильная женщина, говорит, что, чувак, не проблем перейти на ты. Значит, что-то с ней не так, либо она переигрывала. Я не могу, так, я... У него же... И до момента, Олег, у тебя очень мало практики, поэтому ты... Вот, там, в год у тебя, блядь, было одно свидание, ты по нему сейчас судишь. Так, ты думаешь, что они все должны быть такими? Делай больше подходов, делай больше практики, и тогда у тебя будет статистика, и ты уже, возможно, не будешь потом такие вопросы задавать. Потому что у тебя все-таки появится там телочка, которая скажет, эй, иди сюда. Они же разные, ты же понимаешь, Олег? У кого-то еще были вопросы? Сейчас, еще кто хотел задать вопрос, поднимите руку, чтобы я понял, сколько нам надо времени. Что, ты уже не хочешь задать вопрос? Так подними руку. Вот, все, у нас осталось три последних вопроса. Еще есть один шанс кому-то четвертому все-таки разводиться. Я отрицей прошу. Все, ладно, больше вопросов не будет, потому что время достаточно много. Ты похож на этого, который сыргал там. Сухоруков, а этот такой сидишь. А этот, с Митя, как Митя, Митя. Да нет, он похож на Сухоруков. Крусталев. Крусталев. Ну я питерский КВНчик, мне этот стиль. Хотя бы так, не культурный. Культурный вот сидят, культурный. Но они такая своеобразная культура. Давайте, ребят, вопросы. Вот какие-то вопросы. У кого у вас троих? Кто-то еще там будет? Давай ты, чувак. Борис, вопрос. Вот парень, у него дефекты речи появились. Пять. Пять. Влияет ли дефекты речи? Я считаю, вот честно, еще раз хочу при всех озвучить, что у тебя скорее не дефекты речи, а какая-то фигня психологическая, которая тебя зажимает, а это уже как следствие. Да, следствие. Здорово. Прежде чем ты продолжишь смотреть этот видос, объявление информационного характера с 14 по 17 февраля, следующий поток тренинга-практика, специально приуроченный к дню всех влюбленных. Мы сделаем так, чтобы каждый из вас постарался влюбиться не в друг друга, а на 10 человеческих живых женщин во время этого тренинга. Итак, значит, 14 по 17 февраля тренинг-практика в Москве. Группа из 20 человек, уже вовсю бронируются места, уже половина забронирована, даже больше. Поэтому ты можешь успеть. Заходи по ссылке под этим видео, оставляй заявку, с тобой свяжутся, проходи собеседование и, собственно говоря, увидимся с тобой на практике. И будет так же круто, как ты видел на этом видосе. Поехали, смотри дальше. И тут вопрос, что если бы ты был бы сейчас более уверен, то, скорее всего, либо у тебя бы его и не было сейчас просто, вот это опять же мое мнение, либо ты бы к этому дефекту, потому что дефекты такого я не наблюдаю, ты бы относился по-другому совершенно, ты бы плюнул на него, потому что лучшие мои ученики реально картавые, там, лысенькие, залысенькие, пузатенькие. Ну и не пузатенькие. Сейчас, в принципе, Лиза, скажешь. На самом деле, ты когда начал говорить, я даже не заметила, что у тебя есть дефект. Это вот ты, Юра, вчера доебался до него, извини, но я не мог по-другому сказать. Чувак, еще раз говорю. Тут вопрос твоего отношения к этому. Твоего отношения к своей особенности, я бы так ее называла. Это сильно отличается, вот сильно бы, если бы он не сказал про дефект речи, ты вообще подумала, что с калитом? Я думаю, что это нормально. Я думаю, что когда более ты сидел, чем, похоже было. Ну, есть люди, которые заикаются, это нормально. То есть, люди заикаются тоже, как влияет на общее образ? Ну, чуть-чуть влияет, но я бы не сказала, что это совсем атака. Смотри, а если он вообще просто окажется охрененным чуваком, короче? Ну, он чуть-чуть заикается. Понимаешь, девушки тоже разные, да? Для кого-то это табу. Для меня табу, чтобы, например, там девушка кортавит, хотя я встречался с девушкой, которая только кортавила. Так разговаривала прям и нормально. А сейчас что-то я подумал, что если бы мне предложили выбирать, я бы, ну, не знаю, просто не хочу. Ну, вот не надо мне. А кому-то может вообще нравится, понимаешь? У кого-то может быть мама кортавит. У него где-то на психологическом уровне, о, круто, как мама. Одной мамки с другой прилипает. Сужетка вам поискана, а кому-то что не нравится просто. В смысле? Тогда майку себе купи, распечатай. У меня говорят, там, ключевое слово, дефекты речи, если что. Поэтому заранее, если увидите, и вам не понравится эта надпись, поднимите руку вверх. Ты будешь идти, подходить издалека. Так не подхожу, короче, к следующей. Не поднимай, не поднимай. А она просто слепая оказалась. Ты все себе придумал, чувак. Посмотри на Ника Бутича. У него нет ни ног, ни рук. У него прекрасная жена. У него красивейшая жена. И дети. Это просто... Чувак, поверь мне, ну, как бы твоя женщина, она где-то сейчас лежит. Ну, лежит в смысле. Лежит как товар-продукт, не знаю. То есть она где-то существует. А сейчас она может с тренажерки на велике. Сейчас она может, не знаю, с другим мужиком даже. И это тоже нормально, потому что она же тебя еще не встретила, а с тем вот таком еще не рассталась, понимаешь? Она может сейчас завтракать. Она может сейчас в Гуанчжоу в каком-нибудь с китайцами, на китайском, можно сказать, не знаю. Но поверь мне, она как минимум одна из там, с какие-то миллиардов. Она существует, чувак. И как ты думаешь, ты можешь ее найти? Ну, как? Интересно. Очень правильно. Как? Делая попытки, да, чувак? И самое интересное, что... И не исключено, что будет так, что ты попробуешь сделать попытки, так ее не найдешь, скажешь, ну, их всех в жопу, короче, пойдешь, не знаю, в баню с мужиками вообще, типа, подождите. То есть туда, где априори женщин не может быть, я об этом, заткнитесь там, не води. Пойдешь куда-то, не знаю, в какую-нибудь охоту просто с мужиками, да, как-то пиздует женщин, короче. И на охоте встретишь какого-нибудь, не знаю, егеря, у которого там внучка приехала в гости, там, 25-летняя какая-нибудь там красивая девушка. И так с ней познакомишься. И такое может быть. Сука, без делания попыток ты никуда не уедешь, понимаешь? И это очень удобно, я тебе скажу, как бы ты сейчас не расстраивался, думать, что у тебя дефект речи, думать, что у тебя там ухо одно больше другого и так далее. Это очень удобно, потому что это оправдывает заранее все твое бездействие, понимаешь? Скажи ему, что ты, Лиза, потому что это нормальный тип. Он что-то горит у себя. Просто не загоняйся и попробуй подружиться с такой особенностью. Просто и все, принять ее. Блин, ну это вообще, это просто никак не должно влиять на... Это опять же мне говорит дочь психотерапевта к самому лучшему. То есть, как только ты начинаешь осознавать, например, что эта штука никуда не уйдет, хотя это, скорее всего, еще и уйдет. Ну, например, у человека ноги нет, ну не прищежит, да? У него выбор какой? Либо ходить, задрачиваться, что нет ноги, либо сказать, ну нет ноги, ну я такой, я в себе это принимаю. Да, что теперь-то? Обратно не пришьешь. И чувака знаю, он на скейте гоняет. И как только он отпустит эту ситуацию, да, он на... И постоянно угорает. Мне, говорит, зима нравится, у меня одна нога не мерзнет все равно. Да, я лично встречался с чуваком, то есть, он какой-то там блогер, у него этот... Да, тоже, ну у него прям чуть ли не попах, нет ноги. И он катается там и на водных лыжах, как ну на сноу, вот это, ввейках, или что-то. И он, короче, женился, у него прекрасная, классная жена. И он работает теперь, так оказалось, волей и судьб. Он участвовал в шоу танцев. Я не знаю, может, вы знаете, про кого я говорю, потому что я танцы не смотрю. Он реально участвовал. Я не помню, такой рыжий чувак. Я не помню, как их зовут. Я просто ездил, думал, типа, у себя на канале показать что-то, потом вот так его и не сняли. Он участвовал в шоу танцев без одной ноги, понимаешь? И он сейчас работает там заместителем, там, что-то правительства мэра Москвы какого-то комитета по делам с людьми с ограниченными возможностями. То есть так получилось. Его заметили на танцах, ему дали вот такую работу. Это к вопросу о том, что у него, сука, нет ноги. У тебя две ноги или мы что-то тут не заметили. Поэтому, чувак, тебе надо просто принять. Ты такой, вот ты такой, короче. Вот он такой, он такой монах. Байкер, там, этот, короче, не знаю. Короче, перестань еще жалеть себя. Я сегодня уже об этом говорил. Вы еще часто себя жалеете, поэтому... И вот сидит красивая девушка, говорит, адекватная, хорошая девушка, которая говорит тебе, чувак, ты гонишь. Все, давайте дальше следующий вопрос. Да, еще там было два... Да, говори. Смотри, если на первой-второй встрече девушка попадает домой к парню, означает ли это, что она 100% готова на интимную близость или есть такие девушки, очень уверенные в себе, которые приезжают домой и знают точно, что нет, я точно не перестлю с этим парнем? Они скорее больные, они уверенные в себе, наверное. Ладно, это не мне вопрос. Если девушка пришла к тебе домой после свидания, девушка пришла к парню домой, это значит, что она в принципе уже готова к сексу? Да. Может быть, такое, что она пришла, но она прям просто железобетон, зная, что я не буду сегодня ему давать. Скорее нет, чем да. У меня это очень маленький процент. Если такое происходит, то она... Панутая, извини за выражение. Могу ли я допустить? В принципе, да. Ну или может там парень... И если, соответственно, секса не было или что-то еще, то значит, кто затупил? Парень. Та-да-да-дам! Тогда у меня вопрос, почему девушки пришедшие домой, ну это, блядь, я вижу, понятно, но надо еще раз же вам услышать, почему они так говорят, ой, что это, я пришла по печали, зачем ты меня трогаешь, ой, зачем мне это делать? Ну, стоят и внутренние, в таком вот поведении. Так надо. Ну да, да. То есть, нормально с этим надо, как сказать? Ну, с меняется. Это не значит, что она не хочет от этого парня, что он мудак, но она же пришла. Где логинка-то, да? Просто штучки. 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 Надо вообще весь тренинг свести до 10 секунд и говорить, все собрались, собрали с вас бабок, и так... Штучки. Штучки! Теперь вы знаете все. Понятно? Еще был один вопрос, и все, по-моему, заканчиваю. Да, и у Юры, и все. Да, ну я задам вопрос, плюс, ну, отвечу, наверное, на то, с чего мы начали, да, когда ты меня... Да успокойся уже, я все равно не изменю свое мнение, что ты просто протупил. Смотри, есть такая ошибка, когда я на первом свидании девочка, например, звонить к интиму начинает, ну, я... Склонить слову, какой-то дурацкий. Ну, и звонить, ну, идет все, какая-то, сама проявляет инициативу. Меня, ну, это... Неудивительно, это же этот, как-то... Нет, он... Соберденирует кто-то, 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 кто-то... Сам собственный раз, вот, и, блядь... Ну, вот, скажем так, у меня чувства проявляют, что как будто меня поюзать кодяк. Ну, чувак, ты сейчас вообще... Понимаешь, что ты говоришь? Ребят, вы понимаете, что он говорит? Я не убил, что-то... Да ты вообще-то, блядь, зажрался в кодяк. Бою за тебя, кодяк. Нет, если она говорит, я с астрофоном сзади буду, то, наверное, возможно, да. Слушай, что-то мне не пойдет, как-то... Все остальные, в реальности, я искренне не понимаю уже. Мне важно, чтобы инициатива с меня исходила. Если проекция происходила, то это я провел инициативу. Сделай себе пластическую операцию. Пришли, не знаю, просто трогой лицом. Я-то тебя понимаю. Понимаешь, да? Да. То есть, и вопрос. И часто девочки, наверное, ну, как-то так, негативно. То есть, либо затупил, либо, ну, короче, какой-то негатив потом поиграет. Так он пиздовол, затейник, сам себе причем. Ты мне говоришь, мне важно, чтобы я проявлял инициативу. И расскажешь, как ты вчера лежал, блядь, в кровати со вставшим членом, блядь, и не поехал к женщине, которая тебе сказала, приезжай. То есть, приехать, это тоже же инициатива. Оторвать булки от дивана, поехать. И ты думаешь, что она вот так, что тебя бы встречала, блядь? Я почему-то думаю, что было бы не так. Все равно пришлось бы проявлять инициативу. Опять ты себе врешь, чувак. Ну, это мое мнение просто. Ты как-то противореческий, противочевыреческий, варень. Хорошо, в чем вопрос был? Ладно, я тебя перебил. Вот, то есть, ты такой ведь несчастный, тебя все хотят оттрахать, какая-то. Ну, смотри, хорошо, ну в чем вопрос? Я молчу, все, весь в России. Ну, повтори, еще раз, я что-то не понимаю. Она не понимает, не потому что она не слышит, она не понимает, в чем вопрос. Блень, дай мне вот это, подасту нормально. Все. Договорить, Иван. Ну, вот и все. Ну, вопрос, как правильно это все, ну не знаю, вставить, либо объяснить. Когда бывало, я нормально договорюсь, и все. Поняла вопрос, если нет? Ну, ты поняла вопрос? Нет, здесь можно честно говорить. Да вы меня сбили толпой под шесть. Опять мы виноват. Давай, значит, сделаем. Сейчас я задам свой вопрос, а ты позже потом свой вопрос перезадашь. Давай. Подумайся хорошенько. Да, спасибо. Да, конечно, все виноваты. Как часто бывают случаи, когда, ну, чуваки там, ну, допустим, там знакомятся, девочки там много, ну, нормально все происходит, они там берут у них телефон и все, и они потом просто с ними поддерживают отношения, там, добывают, там, ходят на свидание, не разрешают себя трогать. Сейчас это подводка была, я к тому, что. Есть ли такие телки, которые прям, ну, вот у них есть один самец, с которыми они трахаются, ну, они держат еще, там, тройка-четверочку для того, чтобы так, ну, побаловать, для того, чтобы похвастаться подружками, а вот мне вот этот пишет, смотри, вот этот, вот этот, вот этот. Если вот это, в принципе, часто ли это происходит, ну, это нормально ли это вообще тема, ну, как сказать, часто встречается вообще? Нормальное тело часто встречается, но это еще зависит от того, какой человек, вот этот, вот, с которым мы говорили. Вот, я об этом говорю, что если чувак, как бы, в принципе, там, ну, на свидании, ну, на первом знакомстве себя не очень проявил, то она, ну, чисто его просто заводит во френд-зону и оставляет его там, как бы, держит при себе на коротком поводке, дабы, чтобы свою значимость повышать, что у нее там 3-4 мужика, сейчас он за ней как бы бегает. Вот, я к чему, к тому, что вам надо сразу проявляться на первом же, ну, там, на первом же свидании, на первом, при взятии телефона, вот эту все уверенность проявлять, дабы вам не слили вот в эту френд-зону, то есть сейчас было подтверждение, что она как бы все-таки есть, и, ну, вы уж, если ты уж, Коль, пошел знакомиться, там, выкладывайся, ну, на полную, потому что, если ты можешь там что-то мямлить, тебе, в принципе, еще и дадут телефон, но, скорее всего, дадут, чтобы просто тебя держать на коротком поводке, и, ну, будешь как бы свитой такой. Ну, то есть это есть. Есть. А это даже просто девушки не хотят обижать, да, поэтому, ну, ладно, пусть будет телефон точно как бы тут. Не всегда же они со зла это делают, да, чтобы на поводке держать, просто иногда они не умеют говорить нет, например, да. Она для себя внутренне приняла решение, что секса уже точно не будет, а как бы зачем ей вот этот стресс, да, там, говорить, Вася, ну, можно добавить с тобой. Конечно. Ты мне не нравишься, не надо, то есть зачем, она просто, как бы, она рассчитывает на то, что Вася включит адекватность и поймет, что когда с него не берут трубку, ну, как бы, надо просто отпасть, что, блядь, он, собственно, и достоинство туда еще включит. Какой вопрос, чувак? Ну, вопрос я-то формулирую, когда тебе девочка на первом свидании намекает, ну, он на секс либо хочет, Вот он, вот на что. То есть, обозначение для него как минус, ну, что ты, ну, какой вообще. Блядь, ну, если... Я не расслышал. Ну, такой вопрос, да. Кирюха, мы пока на месте. Если это разжат у тебя, да? Ну, да, да, да. А при чем тогда ее инициатива или что-то? Зачем вот это? Что она проявила инициативу, а ты, условно, по каким-то своим причинам секса не было, по причинам, которые в тебе. Но это не потому, что тебе не нравится, что она проявила инициативу, а я так нет. Потому что ты не смог просто почему-то проявить инициативу по какой-то причине, правильно? Давай так оставим, да? То есть, однозначно, что ты для нее как будто затухла. Нет, однозначно. Всегда есть смысл, попробуй. Ты же не узнаешь, пока я на следующий день не пригласишь на свидание, понимаешь? Ты можешь пробовать. Ты как-то узнаешь, да? Или ты хочешь сказать, что тебе сейчас Лиза скажет, что ты затупок всем девушкам, которых... Сейчас, сейчас. Чтобы ты понимал, если сейчас Лиза, например, в ее личном мнении, она же имеет право на свое мнение, скажет, что у других нет, а для меня ты будешь затупком. Ну, если она сейчас так скажет, это значит, что все женщины, которых ты приглашал на первое свидание, там что-то там не проявил себя, то есть они останутся без Курта Рассела или как-то. То есть ты не будешь им звонить за следующий день, потому что некто Лиза сказал, что я, видите, буду затупком. Всегда, в любой ситуации, неважно, с бабами, с деньгами, с чем угодно, надо попробовать. Спроси и узнаешь, как говорится, за спрос денег не берут. Алло, привет, давай увидимся. Как пошел нахуй? Или, алло, привет, давай увидимся. Ну, не знаю, ну, давай. Понимаешь, вот и все. То есть у тебя вопрос, в принципе, вот стоит там, ну, горошины, да? То есть что вообще из этого раздувать? Позвони, узнай, чувак. Ты боишься лицо потерять в этой ситуации. Я знаю, ты боишься, что тебе это лицо. Ну, отказ это получить. Как, пиздет, страшно-то. Сегодня ты будешь ходить, короче, полчаса подряд собирать только отказы. Будешь приходить и говорить женщине, что не прошло у тебя это? Мало делал, значит. Не, почему? Нормальный телефон давали. Лиза, у тебя были отказы, когда парень тебе нравится, и вот, ну, а он, типа, а ты ему нет. Нет, подожди, что выражаете? Да-да-да-да. Она говорит, я так влюбилась, так влюбилась, а он оказался скотиной, короче, кинул меня и ушел. Они до сих пор живы? Очень много. Подожди, они живы? Они не умерли от этого? Как они пережили это? Какая вторая мировая, как они это пережили? Да, это сложно. Это сложно? Ну, они живы. Ухают. Лиз, а у тебя было такое? Да. Она живая, чувак. Я чувствую, это не фейк. Ничего с тобой не сделается, понимаешь? Ну, ты, мужчина, так уж сложилось волей и судеб. Мне кажется, это круто. Слава богу, да? Ну, я доволен, да. Да. Поэтому ты должен понимать, что в любом случае ты по максимуму, всегда по большей части будешь проявлять инициативу. Ты будешь звонить, спрашивать, будет ли он второе свидание или нет, предлагать нам. Ты, 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 везде будешь ты. То есть у мужчины есть как бы такая побочная, сука, сторона, что везде приходится проявлять инициативу и быть там ответственным и там и так далее. У женщин свои плюсы, у тебя свои плюсы. Ну, вот у нас такой косяк, с этим придется жить теперь. Можно пол поменять, в Таиланд съездить, блин. И перестать проявлять инициативу. Поэтому, чувак, ты реально гонишь как-то. За спрос денег не берут. Не берут за спрос денег. Да ладно, блин, расчехлился Чак Торрис, блин. Ее уел все друг, блин. Меня Женя зовут? У меня короткий, он и Росе? Да. Штаны главные, лицо так себе. Я не про... Я сейчас Лису говорю про лицо. Я не такой светящийся, лучистый, какой-то такой добрый, да? Просполагающий. Да, да, да. Да, я ищу Матехатку, да, в горизонте. Прости, Женя. Знаешь, как в анекдоте последнее предупреждение? А сегодня с утра ему не понравилось, блядь. Говори, чувак. Вопрос. В тот момент, когда девушка дает свой номер телефона молодому человеку, она на тот момент уже понимает, будет она ему отвечать или нет? На звонки, на смс? Понимаю. И есть такие варианты, что она просто не отвечает. И запишут, короче, специально, чтобы не отвечать. А как ему это узнать заранее? Они же хотят соломки подстелить заранее. Да, да. Нет, так это я ее спрашиваю. Ты дашь мне ответить, ее задать вопрос? Последнее предупреждение человек говорит. Если она быстро убегает, и стремится быстро слиться, ну, типа, не общаться. Типа такая, давай, давай, да, пиши, пиши. Если она не то, что и заинтересована, то вскрывает. Лиза, а у нас бывали случаи, я тебе скажу, такие странные для нас тоже иногда, когда все настолько круто, что вы изобнимались, вы из там, блин, из-за ручки обдержались, и она там тебя все спрашивает, и ты ее тоже, а она не вызванивается. Это что такое? Блин. Умерла. Может, и правда. А она сколько-то была в обществе или нет? Нет, одна она. Ну, значит, там у нее кто-то другой. И может быть такое, что в моменте она такая подумала, блин, да, 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 он меня очаровался, гипнотизировался, как пикапер. Вспомнил, что все-таки у меня муж, там шестеро детей, да, и так далее. И поняла, что там важнее, потому что я же уже с тем мужчиной сколько-то. Или ушел от нее парень, и решил, я сегодня по-любому кому-нибудь дам, подходит Женя, берет у нее телефон, и как бы все нормально, а завтра ее парень приезжает с цветами, там, я тебя люблю, прости, и она расплакалась, как панда, блядь, и все. Короче, забыла про Женя. А может быть такое, что она застряла в лифте и умерла? Я серьезно. Может быть, что ее сбила бабушка на трамвае? Я к тому, что... Хрен его знать, чувак. Ну, смотри, главный вопрос, который хотел задать Женя, наверное, просто, как мне кажется, можно ли заранее как-то узнать, вызвонится она или нет, в принципе, вот так, по большому счету. Учитывая то, что, как говорит Ира, в жизни бывает всякой, да? Она же тебе тоже так говорит, не знаю, только меня она так обманывает. Ты на 100% никогда не узнаешь, в принципе, она тебе или нет. Она может... Кто-то, когда берет свой телефон, значит, я типа, да, я, может, отвечу, а потом... Она даже может мнение поменять, в конце концов, да? Да, она такая, ну, что-то мне там, Ваня больше... Или, короче, смотри, да, она любит бринетов, да, а не блондинов, ну, как шатан, да? И все круто, да, и вот охерительный чувак. Но после того, как он с ней познакомился, тут же, через час к ней подошел точно такой же охерительный чувак, ну, сука, бринет. И она такая подумала, бринет. И все-таки это бринет. Или все, что угодно, может быть. И самый финальный вопрос, что... Что делать-то в этой ситуации? Не звонить, наверное, вообще никогда, да? Потому что может же быть всякое, может быть облом, зачем звонить? Это же будет расстройство, печалька. Нет, не знаю, да. Слушай, мне, наоборот, нравилось, когда это... Значит, Женя, что в любом случае надо... Это же чувство, это же какие-то волнения, это переживания. То есть ты звонишь, блядь, думаешь, вот ответить, а мне ответить. Так это и есть жизнь, вот это переживание, понимаешь? А когда же неинтересно, вот, блядь, если бы там тёлка сдавалась, сразу же ты её трахал, ну, блядь, неинтересно, вот это всё равно прелюдия, какая-то игра. Это жизнь. Я ни в чём её я хочу знать наперёд. Я просто хочу понять женское мышление. Всё. О-о-о-о! Согласись, что это вообще... Смахнёмся, да. Слушай, Шекспир, а я почему вот так вот подцепился за это? Потому что у многих из вас как раз вот такой вопрос бы возник, да? Есть такое, что всем бы хотелось, ну, наверное, не попасть в просаг, да, и узнать всё наперёд, и вот как-то так. Это у вас мало. О, понимаешь, если что, это будет меня бить, заступайтесь. И твоя эта история, да, это у всех историй, потому что... Я звоню на трубку. Вы настолько боитесь вот этого вот... Да хрен с ним, подожди, это всё детали. Вы нас... Отправил моё смс, и она взяла... Я сама начала звонить. Наверное, я волшебник. Как я телефон не видел, а... Анальный волшебник Владимир Шашвачивает. Да обычный смс, чувак. Нет, нет, пусть... Мы с ней договорились здесь, я выхожу, звоню, она не берёт трубку. Вот, я 4 минуты подождал, 15-20... Мне кажется, он ещё месяц будет с ним в ресурсах. Дайте ему, блядь, договориться. В Вологе позвонил, Вологе позвонил, ну так, Волога... Ну, отправь смс, алло, эсмальник, и всё. Я ему ничего... Вот смотри, чтобы вы понимали, я ему ничего волшебного не говорил. Я ему сказал, напиши смс-ку, алло, эсмальник. Ну, типа, не берёт трубку, ну да, алло. Я так никогда не делал, для меня, ну, это, знаешь, как бы, навязчиво. И всё, она мне сама через 5 минут, 10 пишет, извини, просто не видел, и сама перед планом. Смотри, у меня к тебе опять вопрос, потому что ты слишком много. Ты, короче, этот, Макс, артист с прошлой группы номер 2. То есть он такой истерик, ему надо было много внимания. Смотри, ты сейчас опять сам себе противоречишь. Ты говоришь, я хочу, правильно я услышал ранее? Я хочу, чтобы я проявлял инициативу. Ты говорил это? Сейчас, спустя несколько минут, ты говоришь. Я никогда не делал так, что навязывался, что писал смс-ку, алло, когда они берут трубку. Для меня я звоню, а на трубку не берут. Для меня второй раз перезвонить, ну, так, знаешь, так. Так, какой-то опять дисбаланс, чувак. Ты хочешь проявлять инициативу, тут ты боишься, что ты будешь навязчивым. То есть тебе надо выбрать один раз, сука, и навсегда, уже для себя выбери. А это просто как конфликт, понимаешь, это такой выбор, который ты не можешь сделать, и ты так и будешь вот туда-сюда метаться. Слушай, подойди просто потом ко мне. Для тебя более эффективно будет выбрать быть навязчивым, потому что все равно ты не будешь навязчивым. Не будем этот 10 раз, мы тоже говорили. Что-то вы говорили. Смотри, Жень, то есть у многих из вас есть такая фигня. Вы, боясь этого отказа, причем, ну, настолько боясь его, да, что вы... Я не боюсь отказа. Да не ты, блядь, все. Все, кроме Жени, боясь отказа, все, кроме Жени, когда боятся отказа, кроме Жени, все, вы, даже ты, они, ну, предпочитают даже, например, не позвонить, не спросить, не узнать, да, и дай бог мне откажут. Так, ребят, тогда вам точно и не скажут да, если вы не сделаете попытку. А так есть 50 на 50. И вы можете дальше продолжать бояться, ребят. Прикол в чем, что... Или можно сделать от обратного. Получить этих отказов столько уже, чтобы понять, что это не больно, я после этого выжил, я после этого не сдох, ничего не случилось. Так, ну, как бы, есть вот такой еще вариант. Всем, кроме Жени. Все, ребят, что там, Лиза, мы тебя и так подозрежали, у тебя был вопрос. У тебя был вопрос. Нам вонлайн есть, у меня два вопроса. Давай, коротко, слава. Ну, все, ты будешь последним. А прочитаю вонлайне, может, там что-то есть. Я пишу, есть вопросы к девушке? О, вот. Да, да, почему нет вопросов? Какой у тебя вопрос? Лиза, ну, еще 7 минут, ладно? Так я уже никуда не еду, короче. Уже все сложно пройдет. Лиза, у меня там выказало, я комплексую по поводу своего низкого роста. Встань. Ты же комплексуешь, встань. Вот. Я подхожу к девчонкам, которые, скажем так, моего роста и ростом выше. То есть, насколько, я понимаю, что это критично, но насколько это критично, допустим, в дальнейшем каких-то серьезных отношений? Как твой рост может влиять на серьезность отношений? Я не понимаю, а что, ржать над тобой, что ли? Я не знаю, на свадьбе, на свадьбе. Я такой, а на вышед на голову. И что? Просто это вообще не меняет. Я буду... Вспомни Наполеона, чувак, или Гитлера. Они просто, блин, оттрахали пол Европы в прямом переносном смысле. Что теперь, смотри, если сейчас это девушка скажет тебе, ну, это пиздец. Не, ну, как я буду для себя иметь и... Ты будешь делать оттолбенение ног, там, какой-то штыри в себе вставлять. Чего? Некоторое плечо что-нибудь заморачиваться. Всем я говорю следующее. У меня есть какой-то... Вы скажите, не хочет в автангрии. Сейчас он уже женат, там, и так далее, у него дети. Когда мы с ним общались раньше, он был точно такого же роста, как ты. Он грузин. Вот. И у меня была любимая поговорка. Я маленький, но снизу об ассу. Он так и делал. Он реально перенахал там просто весь этот поселок, где я жил. Всех чуваков вот такого роста, где он жил, короче. Он самоутвердился нормально. И вообще это не парит. Сейчас у него дети, жена, как бы, ну, и все хорошо, понимаете? Он просто прыгал. Он не мог достать до лица людей. Он прыгал, короче. В прыжке гасил людей, понимаете? И это было прикольно. Тут вопрос, что, чувак, у тебя наоборот, как бы, то есть тебе вот этот твой рост, как бы, он говорит, ты должен наоборот себя проявлять еще больше в два раза, чем другие просто. С тебя спрос будет такой. Тебе надо будет его компенсировать еще больше уверенности, еще большим напором, там, еще всем больше, понимаешь? И именно поэтому мужики невысокого роста часто есть на огромных кадиллаках и скалыдах, куда подкладывают подружку с вот такими двухметровыми там телками. Такое часто бывает. Они как бы говорят, не, ребят, я сейчас вам всем все докажу, что я тут самый крутой. И срали они на свой рост, понимаешь? Тебе надо с этим что-то сделать. Лиза, скажи ему что-то проявление. Абсолютно правильно все говорит. Поэтому просто, это тоже твоя особенность. И второй вопрос, допустим, если после свиданки он вводит девушку, там, говорит, что проявляться или там прокатиться, она понимает, что ее везут домой и, как бы, там, где близость идет? Или, как бы, вот как этот момент обычно у девушек происходит? Она понимает, что там, возможно, вблизость в дальнейшем? То есть, если от, то есть, не по домам, а куда-то вот молодой человек. Короче, когда он везет девушку и говорит, мы едем сейчас ко мне, там, пить чай, там, резать помидорки, смотреть телевизор. Понимаете, девушка, что все-таки мы не резать помидорки, не смотреть телевизор в адрес. Я правильно даю свой вопрос? Он не такой вопрос задал. Нет, я не спрашиваю. Правильно ли я правильно тебя понял, Дмитрий? Не такой вопрос задал. Немножко не так. Если она едет уже домой, она понимает, что там будет близость. Если я говорю, что там, покататься по городу, да? То есть, возможно, подразумевает ли, что в дальнейшем это придет в близость? Или нет? Нет. Ну, а, то покататься по городу. То есть, если я ей говорю, что едем домой, она уже понимает, что это, скорее всего, близость будет, да? А ты про секс в машине спрашиваешь, что ли? Дома. Я не понял. Он, короче, очкует сказать, мы едем домой и говорит, едем покататься. Вы говорите, как есть. Как переместить девушку к себе домой, правильно я понял твой вопрос, чтобы все было четко, классно, цивильно и так далее. И чтобы девушке было максимально просто с тобой согласиться, сказать, поехали, Лиза, как ты думаешь? Смотрите. Смотрите, она сейчас подружка в инстаграме спит. Смотрите на этих людей. Запомните их. Поворачивайся с номер телефона. Лиз, смотри, вот как переместить девушку домой, скажем, к месту близости, чтобы это все было классно, чтобы она себя не посчитала какой-то доступной падшей женщиной? Ну, когда говорят, поехали ко мне заниматься сексом, это же как-то не камильфо, да? Наверное, нужно сначала покататься с ней, где-то, ну, короче, что-то такое. Да, вот, именно. Нет, в этом случае, когда они катаются, когда они в ресторане сидят, уже целуются, там, обнимаются, что-то друг друга трогают. Нет, как ему сказать, мол, вымолвить слово про дом? Да никак не сказать, надо брать за руку и все, и ехать. Подожди, подожди, ну, это понятно, но они же не хотят так делать, не хотят секретную технологию от женщины из первых выставок. Как он должен тебя пригласить домой, чтобы ты не подумал, что он вообще тут охренел? Ну, нет, давай, кстати, выключи. А как они обычно делают, давай так, ну, у твоих подруг, у тебя вот из опыта, вот, у всех вашей тусовки женской. Как они делают тогда, когда, а все-таки девушки соглашаются, и когда девушки не едут к ним, когда антирастает Лиза, он такой, он мне сказал, знаешь что, чем, ну, что вот говорят те, и что говорят те? Что говорят те, у которых получается переместить девушку домой? Может ли быть такой он, что он говорит, я тебя никуда сегодня не отпущу? Юра, тихо. Моя ответственность еще, я не знаю. А, Юра же женат, господи, я забыл. Я там тебя украдусь. Короче, все, что угодно, кроме банальной фразы, поехали трахаться, могу допустить? Ну, да. И даже эта фраза иногда работает, согласись. Приятная говорить, типа, давай продолжим, ну, нет, продолжим, ну, что-то типа. А представь, как нам мужикам тяжело, ты представишь, как нам тяжело? Все все понимают, а вы должны уйти, понимаешь? Да. А представь, это вот реально не, это вот ты сейчас увидела, как оно бывает, представляешь? То есть их можно понять, этих существ, им тоже больно. Есть душа. Так как, Лиза? У нас тоже есть душа. Ну, да, прямым текстом надо, конечно, говорить. Массаж, картины, музыка. Как они твоим подругам обычно говорят? Или твои подруги такие, а-а-а-а, поехали. Массаж на картине. Как они говорят, Лиз? Ну, обычно говорят, типа, поехали домой. Там продолжим. То есть они тупят, короче. Но они не говорят слово секс все равно, они говорят, продолжим. Продолжим, что? Давай ты будешь парнем, о, вот так. Сейчас мы ей отомстим. Ты будешь парнем, а я буду девушкой. Все у нас классно, мы уже там сосемся, все хорошо. Сегодня даже третье свидание, там первое, неважно. Ты говоришь, поехали ко мне. Как это тяжело оказалось, ребят? Не, а прикинь, как у людей целая проблема. А самый прикол в том, что они сталкиваются постоянно с женским тупаником, или с какими-то их тараканами, или чем-то еще. И оба хотят одного и того же, но вот им приходится реально вымедриться, извернуться наружу, чтобы это произошло. Вот как тяжело жить мужику нынче на Руси. Ну, пригласи меня домой, Лиза. Я недорогая. Знаешь, у меня дома... Больше выглядит, как будто ты предложил. Недорогая? Наконец-то еще, пригласил. У тебя дома? Я думаю, это так удобно. Я думаю, мы можем включить какой-нибудь фильм. Ты знаешь, мне вполне устраивает. Это чей хрона, здесь тоже диванчики. Тихо, а что, не так что-то происходит? Подожди. Здесь классно. Мне так не хочется никуда идти. Я думаю, сейчас уж тут посидим полчаса. Ты подай, мам? Ты знаешь, это такая суп... Я думаю, что я хотела бы побыть с тобой на едине, а не в кругу. Ты знаешь, меня вполне устраивает эта VIP-кабинка. Нет, смотри, мы сидим в ПК. Раньше было, сейчас его закрыли. ПК, ты разуваешься, там нет мебели. Там подушки, диваны, ну вот просто для парней. Такая фигня. Закрывается прям на шторке. Там нельзя заниматься ничем таким, потому что там все равно есть камеры, как только ты начинаешь там выкладывать на стол там все свое имущество, приходят и говорят, извините, так не понравилось. Так или иначе мы там одни. Вот мы сидим в ПК или ПК, и мы сейчас вот так с тобой. Мне говорят, чеханы такие есть. Нет. Мы сейчас и так одни. Я не такая. Тихо. Ну это банальщик. Это в твоей молодости баналь. В фигурском периоде. Ну ты динозаврами. Ну я вышел уже. Лиза. Слушай, они так и делают, как обычно. И это настойчивость 80-го левого. Чуваки, вот представьте, вот как вот. Кого мы здесь из вас готовим? Спецназовцев. Потому что все смертные парни так бы обычные, они бы так и сделали. А вы будете идти до конца. Вот этот тип вообще, короче, самый лютый. Он голову людям отгрызает. Это можно было перевести в спецназ. Просто делает красиво. Да, последняя попытка. Я заинтересован в степени. Позвожу его. Слушай, что тут скучно? Ну если бы у предыдущих не помогло, то я бы, короче, набросился и начал целовать, короче, так страстно. Мне смущает, что вот эти две девушки, они смотрят на нас. Прекрати. Ничего. Нет, прекрати. Они реально смотрят. Хорошо, подошел администратор, говорит. Ну ладно, у нас в граничном заведении. Можно нас попросить? Не сосаться. Нет, такое было у меня, у всех у них. То есть у нас не порт на студии, извините. Все-таки вот гостям неприятно. Не могли бы убрать член обратно. Не, чувак, ну там человек-то все равно, Юра-то, это, у него она беременная, понимаешь, и с его работой, скажем так, ну, все же жены по-разному, нет, а я потому что кто-то сейчас подумал, так, все жены по-разному к этому относятся, да, как бы, и, ну, тоже же все равно, ну, куда он там поехал, тут 25 чуваков сидит, назабоченных, не знаю, по голове с Юрой голые по Москве, наконец. Вот я скажу, за времен своей молодости, обычно такой универсальный способ, давай я домой заеду, переоденемся, минут на 10 дальше поеду. А что тебе переодеваться-то, что, вспотел, что ли? Нет, когда сидишь, ну, просто... Вечер 10 часов. В смысле, нет, чувак, вы собрались в ресторан, ты одел костюм, я одел красивое коктейльное платье, зачем тебе переодеваться? Ну, допустим, из ресторана, в большой бар, в бар можно идти так. Мария, нет вариантов, у меня вариантов только два, либо я сейчас еду домой, положусь спать, и мой вечер закончится, как обычно, либо мы едем к тебе домой, никаких баров, чувак. Я хочу домой. Слушай, а такой вопрос, ну, вот она такой вариант сказала, я хочу побыть наедине, ты говоришь, кабинки, ну, в основном все будут в общем каком-то сайте. Валой, ну ты же-то понимаешь, что они хотят поехать домой, правильно? Так я это знаю, чувак, но почему-то... Ты говоришь, давай зайди меня переоденусь, ну, то есть все понимают, что такое такое. А почему-то вот все у Георгия вчера так не прокатило, ему пришлось, он, прикинь, вызвал такси, он говорит, все, поехали, я по домам, вызывай мне такси. Он говорит, так, и он вызвал такси на свой адрес. Все, в такси, поехали к нему. Чувак, если все было так гладко, ну, как бы, ты бы здесь не сидел. Давай, Лиза, еще пару попыток. Мы тебя не мучаем, просто я хочу, как бы, чтобы это выглядело, как это выглядит со стороны. То есть, ну, такое бывает, представляешь? Слушай, здесь как-то скучно. Да, смотри, Лиза, когда девушка говорит, все, мне надо уже ехать домой, это вариант же, что она поедет все равно к парню. Может быть, что она тем самым, когда его провоцирует, мне она завтра рано вставать. Когда она говорит, ну, все, поехали. Она, может быть, ждет не когда он скажет, ну, поехали, а когда он скажет, что все-таки поехали ко мне. Может, надо провоцировать сегодня? Такая, слушай, мне завтра рано вставать, надо, боже, типа, закругляться. Сколько и на ночи молчу уже, сейчас скоро начнут. Ну, в принципе, да, ну, и в парню. Так, пригласи меня. Да, вот она сидит. Смотри, какая. Я уважнилась. Ну, поехали ко мне, ну, тогда. Зачем ты? Ты будешь ко мне приставать? Ну, мы же оба хотим этого. Ну, мы же оба хотим этого. Кто вы, простите? Я и вас ген. Вы сняли оба хотим этого или хотите? Нет, подожди, чего хотим? Я не хочу секса. То есть, если ты о сексе, то, извини, я не могу на твоем свидании, как у меня есть определенные принципы. Я не так воспитанный. Доставай клофелин. Доставай клофелин. Я не знаю, что нужно сказать, чтобы я воздействовал. Нет, я хочу, я готов. Так-то. Но официальная версия такая, что как бы не такая, не такая я. Игра. А если бы вот ты была девушка, я был парень, я бы сказал, слушай, я сделаю тебе массаж. Это же не о сексе, да? Ну, это лучше. Ну, и при этом, как бы, та вещь, которую здесь, ну, вряд ли можно сделать. Такая потаска, да. А если бы ты была девушка, я бы парень, ты бы сказал, слушай, ты будешь, я знаю, чем кончится твой массаж. Знаем мы вашу массаж. Самое чувство, когда мы снимали свиданку с уходом. Я бы сказал, в смысле, сказать, что я не знаю, чем кончится сегодняшний вечер. Ну, тут оно понятно, что она не родилась, а там она прям... Ну, то есть, вы должны учиться быть истинным. Вы должны учиться настойчивым, но это можно проявлять по-разному. Можно стипаться, можно быть истинным. Слушай, понимаешь, я все понимаю. На самом деле, это может кончиться чем угодно. Но мы не будем делать ничего из того, что тебе не понравится. Какой-то ты скажешь, стоп, я тут же остановлюсь. Конечно, блин. Ну, блин, так не знаю, потом я отправлю тебя домой в такси. Ты скажешь, а зачем ты там голосом говоришь? Или вызовешь полицию, как вчера он говорил. Про как в этом... Валера, сниз... На рынке элитных услуг. Он говорит, интересно, чувак дома так же со всеми разговаривает. Ну, это как-то это обстёбывает. Естественно, там... Чего-то типа ему звонят друзья. Он говорит, я сегодня не пойду с вами. Короче, смешно. В общем, это нелегко. Нелегко. Но про массаж хороший тема. Да. Да. Короче, музыка, фильмы, массаж — самая рабочая тема. Что? Побыть наедине. Вот она первая. Да мы наедине сидим. Да уже проехали, мужик. Да, чё ж вы такие... И чё? А мы в кабинке. Дверь. Не, мне надоело это заведение. Давай сменим обстановку. Хорошо. Она говорит, мы с тобой и так наедине, потому что... Вот давай, я буду делать. Вик, чё там хочешь? Куда? Давай. Наедине хочешь побыть? Давай. Ты побыть. Наедине. Сейчас. Знаешь, мы и так с тобой наедине, потому что мне с тобой так классно, ты такой интересный оказался, что... Я вот сижу тут уже долгое время, и мне кажется, что мы как будто в каком-то коконе, как будто и окружающих нет. Я, честно говоря, очень комфортно себя чувствую и здесь. Блин, ну если бы мы как-то там целовались и там... Мы целуемся, но мне и здесь хорошо, мне здесь комфортно. Мы с тобой и так наедине. Мне не мешает это здесь с тобой целоваться. Она целует-то, а она замурела какие там сложные... Я, да, я истеричка, я стала, короче. Чё делать-то будешь? Я бы понял, просто хватит, надо брать за руку и говорить, поехали, я туда узнаю. Ну ты, в принципе, и Денчик, говорите, ну, более-менее про лещ. Если уж совсем клиника, то лучше сделать так. Понятно, что там если чуть-чуть посопротивлялась, да, но если совсем клиника, то лучше сделать так. И самое худшее, что случится, она, не знаю, отрежет свою руку бензопилой, оставит ее у тебя и убежит. С криками, лучше отрезать руку, чем с этой хворью домой. Все, ребят, мы слишком задержали ИЗу. Я хочу, чтобы вы ее поблагодарили и поаплодировали. Вот, мы сейчас с вами продолжим разбор, и нам уже надо... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!